В Самаре прошла августовская конференция работников образования. В онлайн-формате участие приняли более 40 тысяч человек. Обсудили итоги развития системы образования и направлений для дальнейшей работы. В 2024 году из регионального бюджета установлена доплата педагогам-психологам в размере 5 тысяч рублей. В Рио губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял решение увеличить с 1 сентября выплаты молодым педагогам с 5 до 10 тысяч рублей. На улице Авроры в районе Южного моста произошло ДТП. Из-за этого затруднено движение от аэродромной до Южного проезда и на улице промышленности. Интервалы движения автобусов могут быть увеличены. В областной столице продолжается спортивный марафон Самара в движении. В парке Гагарина прошла бесплатная тренировка по УШУ. Это система традиционных китайских воинских искусств. Она создана для самозащиты и совершенствования личности. Главным арбитром матча между Акроном и Зенитом назначили Сергей Цыганка. Глава судейской бригады уже обслуживал шесть выездных матчей Акрона. Встреча в рамках третьего тура Кубка России состоится сегодня в Самаре в 18.15. В 9-м всероссийском конкурсе лучших проектов в создании комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победили Чапаевск, Сызрань, Отрадный и Октябрьск. Муниципальные образования получат федеральные гранты на воплощение своих проектов в жизнь. 380 миллионов рублей. Они пойдут на благоустройство общественных пространств. Примерно пятая часть школьников страдает от буллинга. Почти треть испытывают проблемы в отношениях со сверстниками. Таковы данные исследования Центра инклюзивного образования. 25% подростков отметили проблемы в отношениях с отцом, 13% с матерью, 12% с учителями. Медики считают, что в странах Евразийского экономического союза сохраняется низкий риск распространения оспы обезьян. Участники Совета врачей обсудили принимаемые противоэпидемические меры. Телеграм могут удалить с устройств Apple автоматически, если его уберут из App Store в рамках судебных решений. Напомним, основателя мессенджера Павла Дурова задержали во Франции. Как сообщила прокуратура Парижа, его допросили в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях. Дуров останется под стражей до 28 августа.